Русские субтитры Русские субтитры Ассоциация преподавателей литературы и русского языка традиционно проводит пленарные заседания и форумы по вопросам динамики и развития русистики в современном мире. В этом году конгресс прошел уже в седьмой раз. В Екатеринбург приехали более 200 лингвистов и культурологов. Открыл заседание советник президента России, президент общества преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой. От нас сегодня зависит не только будущее русского языка и русской литературы как предмет изучения и обучения, но и в целом, как бы высокопарно это звучало, будущее нашего Отечества. Главными темами конгресса стали актуальные исследования русского языка, роль художественной литературы в культурной жизни России, проблемы современного школьного образования, а также преподавание русского языка за рубежом. Специальный доклад подготовила проректор, начальник управления по работе с талантливой молодежью Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор Татьяна Картава. Своё выступление она посвятила научным достижениям Людмилы Вербицкой, основателю Ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Это первый конгресс, который проводится без создателя Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Его неутомимого руководителя, бескорыстно преданного избранной профессии, незабвенной Людмилой Алексеевной Вербицкой. Дорогие коллеги, сейчас трудно найти фигуру, равную Людмиле Алексеевне по профессиональному и педагогическому авторитету в России и за рубежом. Такой авторитет не утверждается высокими указами и наградами. Это результат всеобщего признания очевидных заслуг. За свою жизнь Людмила Вербицкая написала более 300 научных работ по языкознанию и филологии. Вся её деятельность была тесно связана с Санкт-Петербургским государственным университетом. Ещё в 1994 году Людмила Алексеевна стала первой женщиной-ректором. Она возглавляла университет до 2008 года, а затем, до ноября 2019-го, оставалась президентом ВУЗа. Седьмой Всемирный Конгресс Российских Соотечественников, проживающих за рубежом, начал работу в Москве. На этот раз в столицу приехали участники более чем из 100 государств. Конгресс продлится два дня. Гости и эксперты обсудят положение русского языка в мире и защиту прав соотечественников. Этот форум – знаковое событие в жизни всех соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие проходит в России раз в три года. Его работу координирует Министерство иностранных дел. С приветственным словом ко всем участникам обратился глава МИД России Сергей Лавров. За время, прошедшее с предыдущего Конгресса, совместными усилиями удалось многое сделать для упрочения основ русского мира. Для защиты законных прав и интересов соотечественников, поддержки русского языка, популяризации достижений отечественной культуры и образования, продвижения объективного образа России за рубежом. Убежденных будет способствовать дальнейшему прочной связи между коренной Россией и нашими диаспорами и общинами во всех уголках Земли. Девиз седьмого Конгресса «Россия и соотечественники в меняющемся мире». Главной темой форумов стали вопросы поддержки русского зарубежья и сохранения исторической памяти. Участие в открытии пленарного заседания принял исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин. Это речь идет о России, стране в тысячелетней истории, которая огромный вклад внесла в культуру, науку, мировую. Для активных представителей российской диаспоры работа на Конгрессе – это возможность обменяться опытом и завести новые контакты с представителями СМИ и неправительственных организаций. В этом году мероприятие проходит в смешанном формате. Участие принимают более 400 делегаций со всего мира. Мы находимся при Координационном совете российских соотечественников при посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь. Мы представляем свою национальную культуру, традиции. И в этом нам помогает посольство Российской Федерации и Россотрудничество Республики Беларусь. И тоже мы получаем очень большую поддержку. Вот национальные костюмы нам считают Республика Беларусь, где мы проводим свои национальные праздники. Сабантуй, Наврус. Участники форумов обратили внимание на проблему сохранения международных позиций русского языка и популяризации культуры. Специальные доклады о проектах в сфере образования представили также соотечественники из стран СНГ. Я представляю соотечественников в Армении. Я буду участвовать в секции, где будет обсуждаться работа с молодежью. Буду обсуждать проблему дистанционного образования. И, в общем-то, буду говорить о том, что... Буду говорить с позицией, которая как бы не мейнстрим. Буду пытаться отстаивать другую точку зрения, что есть очень много полезного в дистанционном образовании, очень много удобного, очень много технически более... лучше устроенного, чем в образовании оффлайновом. Правительственная комиссия по делам соотечественников утвердила план работы до 2023 года. Известно, что главным приоритетом Общественного Совета станет объединение русскоязычных сообществ по всему миру, а также защита прав и интересов, проживающих за рубежом. Советник президента России Владимир Толстой предложил школам отказаться от тестирования по русскому языку. По его мнению, такой формат проверки знаний негативно влияет на устную речь школьников. Подробнее об этом в следующем сюжете. Современные школьные практики регулярно вызывают споры среди представителей образования и родительских сообществ. Всему виной формат тестовых экзаменов, которые активно используют в российских школах. В этот раз внимание на проблему обратил советник президента России Владимир Толстой. Во время открытия 7-го Конгресса сообщества преподавателей русского языка и литературы, он призвал отказаться от тестирования по гуманитарным предметам в школах, поскольку такая проверка знаний негативно влияет на формирование устной речи у детей. Сейчас уже тесты гораздо сложнее, и они во многом проверяют у детей не просто знание каких-то правил, но все-таки умение сформулировать мысль, потому что тоже сочинение ЕГЭ, оно предполагает, что ученик способен довольно широко раскрывать различные темы. Современный формат выпускного экзамена по русскому языку проверяет базовые знания по школьной программе, а также определяет навыки и умения работы с текстами. Тестовая часть заданий по русскому языку направлена на проверку знаний орфоэпических норм орфографии и грамматики. Завершает экзамен итоговое сочинение. Именно ему учителя и школьники уделяют особое внимание. Бывает трудно, это касается тех детей, которые мало читали или вообще, в принципе, мало писали сочинения в течение обучения. На самом деле это всего лишь навык, этому можно научиться, и во многом достаточно написать примерно 10-15 сочинений, и ты уже научишься. То есть тут вопрос в том, как было устроено обучение в школе, то есть насколько часто задавали сочинения писать. Сочинение, с одной стороны, это творческое задание, если мы говорим про литературу, но когда мы говорим про ЕГЭ, это что-то стандартное. Тем не менее, полный отказ от тестирования в школах сейчас невозможен. Еще в сентябре 2021 года эту инициативу прокомментировал Рособорнадзор. Представители организации заявили, что резкая отмена единых экзаменов приведет к общему снижению качества образования в России. В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова». Приветствовали леуреатов и участников проекта Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и популярный актер Александр Петров. Накануне Министерство культуры Российской Федерации провело торжественную церемонию награждения победителей второго Всероссийского конкурса для представителей СМИ «Культура слова». Этот проект направлен на популяризацию культурного досуга в России, а также призван рассказать о профессии работника культуры. В этом году свои материалы на конкурс отправили более 500 журналистов и блогеров из разных регионов России. Когда мы вручаем эту награду вам, на самом деле мы благодарим и вас, и ваших коллег, и всю вашу отрасль, которая трудится вместе с нами. Сегодня будем награждать лучших, но на самом деле вы сами прекрасно знаете какой-то невероятный труд освещать культуру. Участники конкурса смогли подать работы в таких номинациях, как «Лучшее интервью», «Видеосюжет», «Радиовыпуск», а также публикации в онлайн и печатных изданиях. На церемонии награждения присутствовал российский театральный критик, ректор Института ГИТИС Григорий Заславский. Потому что интервью в нем есть на самом деле один одиннадцатый секрет. Тебе должен быть интересен собеседник. Если тебе собеседник не интересен, то лучше этим вообще никогда не заниматься. И мы поэтому очень ценим тех интервьюеров, которые умеют вот этот вот интерес не придумать, не стимулировать, а когда он есть настоящий живой. Лауреатов конкурса «Культура слова» поздравила и народная артистка России Надежда Бабкина. Вместе со своим народным ансамблем «Русская песня» известная актриса и телеведущая наградила победителей в номинации «Лучшая печатная публикация» и подарила праздничный концерт всем гостям мероприятия. Надо думать всегда о чем говорите. И желательно, чтобы все слова были пропитаны добром, созиданием. Поэтому в каждом слове есть Бог. Вот желаю всем продолжать свою культуру и традицию. Ученики начальных классов из болгарского города Старозагора и школьники из республики Коми познакомят друг друга с историей своей страны. Такую возможность дает новый проект «Привет в конверте». Ребята смогут не только найти себе друга по переписке, но также научиться правильно оформлять письма и грамотно излагать свои мысли. Здравствуйте, друзья! О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания!